Друзья, привет! Готовим самый быстрый в мире рецепт. Это будет какао-пудинг. Всего из четырех ингредиентов. Все берем по одной столовой ложке. Это крахмал кукурузный, сахар или сахарная пудра, молоко сухое. И самый важный ингредиент, качественный, хороший порошок какао. Что важно в этом рецепте? Во-первых, кастрюлька должна быть сухая изначально. Во-вторых, все сухие вот эти сыпучие ингредиенты нужно сначала перемешать, а затем развести водой комнатной температуры. Ни холодной, ни горячей, обычной комнатной температуры. Один стакан воды. Если нет у вас сухого молока, а наоборот есть обычное молоко, то вы тогда воду и сухое молоко заменяйте на один стакан молока обыкновенного. Постепенно вливаем всю воду и отправляемся на плиту, на средний огонь. И важно помешивать по донышку. Вот вы мешаете, мешаете минутку какую-то, пока оно прогреется, оно также жидкое есть. Но вы только отойдете или перестанете мешать, тут же начнет прилипать, пригорать. По донышку начинается прогрев и сразу же густеет. Тут просто очень-очень быстро. Не уходите с кухни, мешайте постоянно. Так, друзья, верным признаком того, что готова наша масса, то, что начинает густеть, вот как заварной крем, как кисель получается. И первые бульки. Вот пошли буль-буль-буль по всему. Можно выключать, но еще мешать, потому что дно кастрюльки горячее. И смотрите, это готовая основа. Можно так ее оставлять по формочкам или по фурам для кекса, если хотите такое, чтобы форму приняло. Или по чашечкам разливайте, пока горячее. И охлаждаем на столе в кухне, не нужно в холодильник, хотя можно. Если вам хочется придать вкуса еще более насыщенного, можно добавить кусочек шоколада, который вы любите, вот ваш любимый. Кусочек масла сливочного. Это делается в тот момент, когда вы сняли с плиты, чтобы эти ингредиенты не перекипели, не переварились. Еще, друзья, у меня такое пожелание, вы перед тем, как охлаждать его, разливать, вы пробуйте, что получилось. У меня на канале, это канал правильной кулинарии Оксана Калюшина, тут крайне мало сахара, очень мало муки, меньше даже, чем иногда я пишу в описании. Вы делайте это на свой вкус, как вы любите, чтобы вам было вкусно. Это будет рецепт, который апробирован к вашим вкусовым предпочтениям, а не к тому, что я тут себе наснимала и что я люблю. Размешиваем, масло прекрасно топится. Это такой вкус горько-сладкий, потому что у меня какао тут очень темный, шоколад черный, 82%, мало сладкий. Зато ложечку такого десерта можно вечером скушать, не поправишься никогда. Так, одну порцию готового какао-пудинка я оставляю так, ну, просто безо всяких украшений и привлечений. А вторую порцию я хочу подать в виде такого турецкого рулетика. Для него берем в фольги кусочек, либо бумаги для выпечки, и чем-нибудь нужно присыпать. Сахарной пудрой, кокосовая стружка чаще всего присыпают, но я сделаю с орехами. Мне кажется, орехи и шоколад сочетаются отлично. Орехи могут быть молотые или рубленые. Распределяем их аккуратненько по тому участку, который будем заливать пудингом. Он уже остывший, такой более загустевший, более матовый, менее блестящий. И ровненько распределяем ровным слоем. Удобнее всего делать это, конечно же, при помощи лопаточки. Оставляем на столе до полностью приобретения комнатной температуры. Даже пусть холодненькая. Можно и в холодильник, если у вас пожить, чем масса получилась. У меня густенькая, вот такая нормальная. Рецепт, друзья, у вас будет в двух вариантах. Один под сухое молоко, а другой под обычное молоко. Смотря, что у вас есть под рукой. А также можно сгущенное молоко использовать вместо сухого. А дальше все просто. Берем за краешки форги или бумаги пищевой. И вот так подкручиваем. Подкручиваем и отпускаем. Подкручиваем и отпускаем. Пытаемся сделать, сформировать рулетик. Вот по виду прямо у нас феррару решет. Представляете, конфетки. Вот понятно, что я делаю. Я приподнимаю и даю ему перекатиться. В таком виде можно придержать его в холодильнике немножко. Итак, друзья, докладываю вам, чем закончился мой кулинарный эксперимент на домашней кухне. Вот это мы отсыпали просто какао-пудинг. Без каких-либо вкусовых добавок, без масла и шоколада, от которых я ожидала, что он станет стабильнее. Вот полюбуйтесь, какой он плотный. Он стоял у меня на столе. Плотный, приплотный. Можно нарезать. А тот рулетик, типа я хотела соорудить, чтобы он лучше в холодильнике застыл, это без холодильника. Это с холодильником. Наоборот, масло и шоколад сделали пудинг мягче. И он еще к тому же и расползается, размекается. Так что на ваше усмотрение, что вам, смотря, нужно. Или плотненькая такая консистенция, или понежнее такое, как нутелла, что-то похожее. Уже пробуйте экспериментировать. Но первый раз я бы посоветовала, конечно, просто в пиалочках или в чашечках делать. Это отличное лакомство к чаю или кофе, когда нужно быстро-быстро что-нибудь соорудить. Но рецепт я вам этот не буду давать, потому что это просто нутелла какая-то получилась. А тут пудинг, посмотрите, плотненький-плотненький. Ложка не прилипает. А к этому все тут липнет. Так что, друзья, рекомендую вот этот именно пудинг. Смотрите. Ну, прошло где-то минут 20-30, пока этот на столе постоял, а тот в холодильнике. Так что, друзья, проверка рецепта прошла успешно. Рекомендую этот, что с правой стороны. Такая вот вкусняшка. Его желательно употреблять холодненьким. Или с холодильником, или просто хорошо охлажденным. С орешками. И можно подавать с белым мороженым. Спасибо, друзья, что были со мной на кухне и смотрели мои кулинарные эксперименты. Я надеюсь, вы даже приготовите. Ведь это вообще очень-при-очень несложно. Я бы сказала, прямо детский рецепт. Напоминаю, что мы смешали просто тут крахмал, сахар, какао, сухое молоко по одной ложке. Залили стаканчиком воды. Довели до кипения. Все, готово. Продолжение следует...